Сегодня мы поговорим, ну, по крайней мере, попытаемся поговорить о музыке и о том, кто ее пишет, о композиторах. И мой собеседник сегодня Раик Бабаджанян. Добрый день, Раик Арнович. Добрый день, здравствуйте. Вы знаете, меня всегда интересовал вопрос, да и не только у меня, наверное, все интересно, что как и откуда появляется музыка, эти вопросы. Наверное, человек себя задает с тех пор, как он начал сдавать какие-то звуки, а потом начал сознавать, что эти вот звуки, которые он издает, сначала голосом, но с помощью инструментов, а потом соединяя инструменты с голосом, да, вот и есть музыка. Любой, кто этим занимается, насколько я понимаю, отвечает по-своему. У каждого своя версия. Вот хотелось бы начать с того, какая ваша версия, как, на ваш взгляд, откуда появляется музыка? Вы знаете, она приходит, мне тоже в жизни так приходилось сочинять какие-то произведения, ну, песенного жанра в основном. Вы знаете, вот я могу привести пример, да, вот у отца спрашивали, как он музыку пишет, да, и он как-то так очень непосредственно отвечал, слышу, лысумем, да, по-армянски. Действительно, вот приходит какой-то, не знаю, какая-то мелодия, вот начинает крутиться, крутиться в голове, и потом профессиональный уже композитор может ее записать, но на нотном стане, да, и потом уже, как бы вот скомпоновать вот все эти мелодии, и так вот, наверное, и создается произведение музыкальное. Ну, поскольку вы родились и жили, насколько, какое-то время в музыкальной атмосфере, рядом со своим отцом, вам приходилось видеть, как это вот, как вот он слышал? Вы знаете, вот тот момент, когда вот конкретно он слышал, это, ну, невозможно было как бы понять, но во всяком случае, знаете, вот он как-то сосредотачивался, наверное, да, и вот что-то он про себя где-то вот напевал или что-то слышал внутри себя, да, и вот в эти моменты он очень такой сосредоточенный был, ну, не напряженный, а вот именно вот сосредоточенный ему, главное, чтобы была тишина, чтобы не мешали ему вот это услышать до конца, и потом, в принципе, он даже, не обязательно ему было садиться за инструмент, он это мог сразу написать, ноты мог бы написать на бумаге, а уже потом, когда начинался уже процесс обработки вот этой мелодии, того, что он услышал, да, он уже мог садиться за рояль, и там уже как бы подбирал тот или иной вариант, ту гармонию или другую гармонию, ну, вот в таком плане шла работа. Ну, насколько я понимаю, есть два Арноба Бабаджанина, да, один писал серьезную музыку, которую исполняли Мстислав Остропович и Давид Острах, а есть другой совершенно человек, композитор, который был непероятно популярен на территории СССР, композитор-песник, достаточно вспомнить свадьбу, которая пела и плесала, да, или лучший город земли. Как в Арнобе Бабаджанина уживались эти два человека? Они как-то разделялись? Как, например, простите? Ну, знаете, это был один и тот же человек, нельзя сказать, знаете, вот он одевал черный костюм и писал классическую музыку, а потом одевал джинсы и писал там рок, там, не знаю, популярную какую-то музыку. То есть это был тот же человек, просто задачи, которые ставились, наверное, перед автором, были, ну, разные совсем. Одно дело писать классическую музыку, да, там, портепианные произведения, а другое дело это эстрада. И, знаете, при том, при всем он прекрасно представлял, кто будет исполнять его произведения. То есть вот он, я имею в виду эстрадные, да, произведения, когда он создавал ту или иную песню, он уже заранее представлял, кто будет исполнителем. Например, для Зыкиной Людмилы Георгиевны одна песня подходила, для Софии Ротаров другая, для Муслима Магомаева третья, для Иосифа Кобзона четвертая, для Анны Герман. Так можно перечислять, вот он уже, когда писал мелодию, он уже представлял исполнителя, кто будет петь эту песню. То есть, по сути дела, он как бы уже подбирал по песню исполнителя, по его характеру, по его манере исполнения, да, насколько я понимаю? Да, конечно, 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 конечно. Скажите, а вот... Много песен отца исполнял, вот что в те годы Георг Оц замечательно напевал по описанию. Что? Известно, что вот, возвращаясь к песням, лучший город Земли, насколько я понимаю, положили вначале на полку, да, там сам, по-моему, Крущев в этом принял участие. Как ваш реагировал на эту историю? Ну, знаете, как, нормально, наверное, реагировал это. Так получилось, что на радиостанции «Юность» услышал эту песню Хрущев и возмутился, что как, твист о Москве. И действительно, это, значит, произведение на какое-то время легло на полке, как вы сказали. И Муслим, я помню, рассказывал, что вот он, когда уже Хрущева отправили на пенсию, да, он пришел в радиокомитет, на радио, и пошутил, да, в таком плане, что вот мы с Бабаджиняном и с Дерпеневым свое дело сделали. Хрущева отправили на пенсию с почетом. Ну, вот теперь дело за вами, давайте эту песню снова, как бы, вот, впускайте в эфир. И сейчас, знаете, эта песня, можно сказать, неформальный гимн Москвы, да, она очень любимая и до сих пор живет, и продолжает вот в исполнении разных совершенно исполнителей. Да, она узнается буквально по первым, там, по первым семи нотам, как была, помните, такая известная передача, я узнаю по трём, по трём, по нескольким нотам. А вы сказали Муслим Магомаев, а правда ли, что это была вот с этой песней началась, как бы, такая карьера Муслима Магомаева, как вот человек, который исполняет популярные песни? Ну, знаете, можно сказать и да, и нет. Самая первая песня, которую записал Муслим, так получилось, что у нас в доме мамина подруга, композитор, бакинский композитор, азербайджанский композитор Ася Султанова жила, и как-то они смотрели телевизор, как раз была декада культуры Азербайджана, транслировалась по телевидению в Кремлёвском дворце. И папа с мамой говорят, слушай, вот как хорошо поёт этот парень. А он, по-моему, Муслим тогда исполнял бухенвальдский набат и арию фигара. Вот. И тётя Ася, вот это мамина подруга, она пригласила к нам его домой, пришёл Муслим молодой, ему 18 лет, по-моему, было, если я не ошибаюсь, и сел за рояль, сразу спел какие-то произведения. Кстати, папину песню он тоже исполнил. Песня «Первой любви» была такая песня, её пел очень хорошо, исполнял и Сергей Давидян, и Рашид Бейбутов. Вот. И отец решил, давай попробуем, может быть, запишем что-то новое, да. И тогда была песня, которую отец сочинил вместе с поэтом Жаровым. Жаровым песня называлась «Помню Болгарию», песня о Софии. Вот. И он пошёл на радио и предложил, вот у меня такая песня. Ну, песню приняли, вот я хочу записать её с таким молодым исполнителем из Азербайджана, из Баку, Муслим Магомаев. Ну, знаете, там немножко как-то скептически к этому отнеслись. Говорит, Арнольд, зачем нам какой-то новый, ещё не опробированный, наверное, ещё по-русски плохо говорит. У нас есть свои солисты, да, отец, говорит, лучше с ними. Ну, отец настоял, говорит, ну, мы запишем, а вы потом решайте, получилось ли мне или не получилось. И вот песня, это первая песня, которую Муслим записал, это была вот «Помню Болгарию». Вот. И очень понравилось, и худсовету понравилось. И потом уже отец стал специально для него писать. Целый ряд, да, можно перечислять очень много песен, которые как бы и стали визитной карточкой Муслима, и с ним, с этим репертуаром он как бы вот завоевал сердца многих-многих слушателей.